11 ноября 2014 года. Я сегодня 10 раз перебрал литровую банку, которая была порядка 0,5-0,5 литра субстрата. Выбрал оттуда 35 дендробиона Рубина. Из них 20 половозрелых, 48 из зения Андрея. Из зения Андрея выделила жидкость. Из них только две, вернее из зения Андрея 15 половозрелых. Вот они все здесь убегают довольно быстро. И две из зения Фетида половозрелых. Ну и также вот это вот полувозрелые из зения Андрея, а вот это полувозрелые из зения Фетида. Ну вот это ювенилы из зения Андрея. Вот это взрослые, полувозрелые, пягущие в тепле, потому что уже больше часа. Дендодриоз Робидус. Вот одна из зения Октаэдра, которая мне здесь путает коконы. А коконов я насчитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать на пять. 55 коконов из зения, вернее дендродрилус Робидус. И четыре кокона дендробены Октаэдре. Вот такая шустрая. Зря я её в кокон запустил. Видим, как она быстренько дергается. Ни один череп так не дергается, как дендробены Октаэдре. Вот она какая шустрая по сравнению со всеми остальными. Кокон ложим на место. Вот её только по шустрости и можно определить. Все остальные гораздо спокойнее. Дендробены Октаэдры самые шустрые червь. Вот я таким образом у них разбираюсь, играюсь. И вот это видим из зения Андрея. Вот это дендробена Октаэдра. Вот это из зения Фетида. Я в них уже очень легко разбираюсь. Вот казалось бы, четыре одинаковых червя. Для меня очень легко. Вот из зения Фетида. Вернее из зения Андрея, как самый красный. Вот из зения Фетида, как самая полосатая. Вот дендробена Октаэдра. У неё половина тела тёмного, половина тела светлого. Ну и вот наши дендриусы Аробидусы половозрелые. 20 штук. Когда они в спокойном состоянии, они вот такие вот, как крючки и посредине поясок. Когда их вот таким образом раздражают в течение двух часов, как я сейчас. То, соответственно, они начинают бегать, как все дендробены. Довольно быстро. Вот такие винилы уже вывелись. И при такой низкой температуре... Вот его характерный вид. При такой низкой температуре, как сейчас, они на балконе у меня сидят. Соответственно, вот уже замученная дендробена Октаэдра. Вот она иридирует. Из зения Фетида спряталась под коконы. Я к чему это вам говорю, что... Я бы никогда не поверил ещё 2 года назад, что я вот так буду с майонезными баночками играться. Вот я сегодня 10 раз перебирал этот компост раздавлю его ложкой для того. И каждый раз находил по 5 коконов дендодривусов и рубинусов. Задачу я себе спортивную такую поставил. Всё-таки выявить, разрушить все легенды. Какая плодовитость и какая скорость набора массы у тех или иных червей. Ну и постараюсь выявить также продолжительность жизни. Вот я вам показал сегодняшние результаты. Вот они записаны у меня в табличке. И должен сказать, что вот в такие холода, как сейчас эта коробка у меня стояла с 20 сентября на балконе. И видим, что даже в такие холода спокойно у нас дендрадрилус робидус откладывает коконы и дендрабена октаедра. Все остальные червячки не из зене Андрея, не из зене Фетида. Вот она полосатая. Вот я из зене Андрея выбираю. Эти коконы сейчас в такой холод не откладывают. Из зене Фетида и из зене Андрея более тепловлюбивы. И соответственно коконы откладывают в более теплый период времени или от дома. Ну и субстрат. У меня здесь с влажностью гораздо более 85% то, что любит дендрадрилус робидус. Вот мы видим, как успокаивается из зене Андрея в комочке. Если также дендрилус робидуса собрать в комочек и не беспокоить, они тоже успокоятся. Ну а взрослые успокоятся только тогда, когда им будет обеспечен объём. Ну вот, соответственно, я дендрабену октаэдру как самую шуструю сажаю в свою коробочку. И двух из зене Фетида сегодня выбранных сажаю в свою коробочку. И начинаем наиболее шустрых из зене Андрея. Взрослых и шустрых сажать вот к себе. Здесь их, как мы определились, 15 штук взрослых. Вот они и идут в свою баночку. Уже если я взялся за это дело, появился у меня спортивный интерес, то я, зная свою натуру вредную, более чем уверен, что в течение года всё-таки развею все легенды. Вот теперь ювенилов из зене Андрея. Ну и самых спокойных это дендендендрилусы и рубидусы. Вот 20 половозрелых. Мы видим, как они по цвету отличаются от из зене Андрея. И теперь остальных ювенилов дендендрилусы и рубидусов. Вот видим, здесь совсем юный вывелся из этих самых клоконов. Ну и конечно были здесь гориндаль. Вот это за два дня. Я вчера три коробки перебрал. И сегодня гориндаль вот на балконе. Сейчас холода не боится. Ночью 2 градуса, днём до 10. И так мы с вами увидели ещё раз червячишек технологических. Убедились, что они довольно хладостойкие все. На кокон откладывает только дендробена в такой холод. Ну и осталось посчитать вот в этой табличке общее количество. Вот буква О на сколько увеличится и во сколько. Вот я вчера здесь наладил посчёты на бумажке. И общее количество из 110 за полтора месяца стало у меня 173, 158, 141, 146. И соответственно увеличилось за полтора месяца на одну треть. Примерно на одну треть, на одну четверть. Вот видим на 48, на 31, на 36. Ну и думаю сегодня будет такой же результат. На улице дождь. Тоже коробки 3 переберу. Но перебирать приходится очень педантично. Вот двумя пинцетами. Потом вот так раздавливаю вот этот мокрый субстрат таким образом ложкой. Одиннадцатый раз, кстати, раздавливаю вот таким образом. Ну и видим, что как только мы червячишек посадили в баночки, они сразу все успокоились. Поскольку там им гораздо легче и спокойнее, чем вот так на сухой плёнке. Ну и вот видим, что вот одиннадцатый раз я перебираю. И все равно одного кокона, вернее дендродриллоса Робидоса я нашел. Это будет 106. Ну и потом вот таким образом еще пинцетами. То, что раздавлено ложкой, вот таким образом пинцетом. Двумя обычно. Сейчас у меня рука занята камерой. Вот таким образом еще пинцетом. Вот это уже будем считать. Не только более педантично. Будем считать уже двенадцатая переборка за сегодня с помощью пинцета. Даже не предлагаю вам таких же экспериментов, таких же результатов. Поскольку в более юном возрасте, так скажем, я был способен выбирать вот так вот педантично пинцетом только на продажу. Так, это у нас извини, Андрей. Только на продажу. Выбирал, конечно, я их все эти годы, все 14 лет вот так пинцетом. Но статистику как таковую не выбирал. И тем более вот такие мелкие коконы тоже не пытался даже собирать и выбирать. А теперь это делаю. Мне это почему-то интересно. Даже без радио, без телевизора. Вот так могу сидеть спокойно 4-5 часов. Больше уже не выдерживают глаза. И в сильных очках вот таким образом многократно перебираю субстрат. С единственной целью выявить для себя вот ещё один кокон. Вот ещё один кокон. За одиннадцатый раз. Не зря я ковырялся. Это уже будет 107. Для себя выявить и разрушить вот эти легенды. А может и правда такая плодовитость. Но судя по Дендродрилус Робидусу, я думаю, что даже плодовитость будет выше, чем 1500 особей. Вот ещё при вас ковыряюсь. И вот ещё 108 кокон Дендродрилуса Робидуса. Следите за моими забавами на канале YouTube. Печатать и фотографировать, как видите, этот процесс в принципе невозможно. Вот ещё один кокон. Это я вам к тому говорю, что чем выбрать их, вот эти коконы из такого пастообразного субстрата, очень трудоёмкий процесс. Поэтому и цена на коконы определяется не менее чем 2-3 рубля. Но на Дендродрилус Робидус однозначно 3 рубля и не меньше. И никогда не будет меньше, поскольку выбрать их из вот такого субстрата механизированного в принципе невозможно. А технически вы видите. Вот за час у меня ушло выбрано 108 штук коконов. Всего доброго. Здорово. Не буду поволчивать. Ох, аж целых 15 минут. Да, последние 15 минут. Продолжение следует. Продолжение следует.